Хотите помочь движению? Хотите изучать теорию? Записывайтесь в кружки марксистско-ленинских организаций. Не тратьте время попусту действуя в одиночку. Сила рабочего класса – организация. Без организации масс-пролетариат – ничто. Организованный – он – все. Организованность есть единство действия, единство практического выступления. Наконец-то добрались до следующего выпуска рок-пропаганды. Хотя, на мой взгляд, гораздо более целесообразно добраться до следующего выпуска Макаренко или Диамата для чайников. Но, увы. С одной стороны, просмотры, с другой стороны, отсутствие всякой поддержки со стороны всевозможных самопровозглашенных коммунистов вынуждают уступать левой руке рынка. Но паниковать пока рано. Если Ютуб и Бусти не прикажут долго жить, то мы доберемся и до Макаренко, и до Диамата, и, если позволят условия, много до чего еще. Ладно, хватит вступления, приступаем. Сегодня на повестке Король и Шут. Сразу сделаю оговорку для тех, кто до сих пор слушает Короля и Шута. В свое время я не только слушал Короля и Шута на регулярной основе, но в ряде аспектов они мне нравились гораздо больше, чем Шевчук или Наутилус. А некоторые песни так вообще приводили меня в экстаз. Надеюсь, я буду услышан и понят верно. Мы здесь не покушаемся ни на чьи святыни. Данная серия видео была задумана совсем с другими целями. Если кто-то забыл или не в курсе, напоминаю. Во-первых, мы повторяем и закрепляем пройденный в прошлом году материал о классовости и партийности. Во-вторых, пытаемся разобраться и по возможности объяснить разным розовым интеллигентам, по каким причинам русский рок до сих пор востребован и актуален, а с позволения сказать красный рок даже среди диванных коммунистов нужен чуть менее, чем никому. Поэтому дышите ровно и сохраняйте спокойствие. Киш форева. Пойдем, как и в прошлый раз, в хронологическом порядке и рассмотрим три песни, возглавляющие топ Короля и Шута ВКонтакте. Первая песня – Лесник, 93-го года. Она не только одна из самых популярных. На мой взгляд, эта песня вполне заслуженно пользуется популярностью. Она действительно в ряде аспектов очень хороша. И когда-то одна из моих любимых. Но о плюсах и минусах мы еще поговорим. Сейчас обратимся к тому, что происходило в стране, когда князь Игоршок создавали этот шедевр. То сокращение населения России, которое началось в 91-93-х годах вместе с радикальной реформой, отражено на графике не спадающей ветвью. Она имеет примерно такой же наклон, как и в период Великой Отечественной войны. В начале лета я решил посмотреть сериал «Король и Шут». В рамках российского кинопрома, на мой взгляд, сериал вполне смотрибелен. Я даже хотел рассмотреть ряд моментов из этого сериала, когда доберусь до этого выпуска. Но, с одной стороны, здесь речь о другом. Не об истории Короля и Шута. С другой стороны, я уже не очень хорошо помню сериал, а пересматривать его времени нет. Единственное, что хочется отметить, это политические взгляды Горшка и их отношение к искусству. Сразу оговорюсь, я комментирую только то, что показано в сериале. Данный мой комментарий относится только к кинообразам Короля и Шута. О том, что и как они думали на самом деле, я ничего не читал и не изучал. Итак, их взгляды на политику и искусство, показанные в сериале, скажем так, далеки от научных и прогрессивных. Теперь песня. Прежде чем приступить к рассмотрению текста, выскажу свое отношение к музыке Короля и Шута. С Королем и Шутом я познакомился уже в училище, где-то в 2000 или 2001 году. Знакомство началось с акустического альбома. И их музыка, и исполнение, и художественные образы меня сразу очаровали, а местами даже покорили. Особенно мне нравилась скрипка. И в музыке, и в текстах, естественно не во всех, но во многих, ощущалась сделанность и подлинность. То есть ощущалось, что это результат сознательных целенаправленных усилий, результат осмысленных творческих поисков. Ощущалось весьма глубокое понимание того, что и зачем делается, естественно в рамках русского рока. Очень радовала относительная конкретика текстов и еще больше, образная система. А в сочетании с мощной и изящной музыкой, как я сказал выше, многие песни приводили меня в восторг. В том числе и Лесник. Первый куплет. Предполагаю, никто не будет спорить с тем, что между текстами Короля Яшута и текстами Арии есть нечто общее, а именно фэнтези. Но это так, короткое лирическое отступление. Ближе к делу. По форме все просто, понятно и конкретно. Разночтения исключены. По содержанию имеющийся объем заполнен, как мне кажется, на все сто. Ни одной лишней буквы, ни одной лишней запятой. По смыслу тоже никаких вопросов. Образы зримые и рельефные. Припев. Пусть как дома путь, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова По форме снова. никаких нареканий, особенно в сочетании с музыкой. Все просто и понятно. Другое дело содержание. Объем припева заполнен только на 50%. Смысл тоже понятен. Знакомство двух героев песни. Второй куплет. Снова блестящая отточенная форма. Композиция просто образцовая. Особенно с учетом длины строк. Уместить такое насыщенное содержание в такой небольшой объем мотомарксисту такое даже не снилось. Что касается смысла, лучше всего то, что смысл тут объяснять не приходится. Все говорится прямо, понятно, простым русским языком, черным по-белому. Дальше идет припев, содержание и смысл которого, к сожалению, очень ограничены. Но эти недостатки с лихвой компенсируются ловкостью построения стиха и, естественно, музыкой. Такой же стройной, энергичной и динамичной. Последний куплет. Снова блестящая, безупречная форма. Простая, понятная и изящная. Насыщенное содержание. Имеющийся объем использован на 150%. Смысл предельно ясен. Дальше снова припев, который ставит жирную точку в этой страшной сказке. Несколько дополнений и уточнений по форме. В строках около 20 знаков. В основном строки короткие. В это невозможно поверить, но зачастую даже меньше пяти слов. Откровенно это вызывает у меня потрясение. Дальше. Фанаты Короля и Шута, слушайте внимательно. Повторяю, я не покушаюсь на вашу святыню. Как мне кажется, я вполне отчетливо дал понять, что с художественно-технической стороны у меня никаких нареканий. Это первое. Второе. Мы здесь говорим не про Короля и Шута, не про их песни, а о пропаганде, классовости и партийности. Итак, я не рыл глубоко вопрос, чьим творчеством из заморских товарищей вдохновлялись Князев и Горшенев. Но в интернете есть кое-какая информация на этот счет. Первое. В заимствованиях и даже копировании нет ничего предосудительного. В разных ситуациях это может делаться по-разному, из разных соображений и с разным качеством. Нужно рассматривать каждую ситуацию в отдельности и конкретно. Сейчас речь о другом. Не о том, что Король и Шут, кого-то плагиатели или вообще тупо копипастили. Речь о копировании и заимствовании как методе в творческом процессе. В одном из прошлых выпусков я упоминал, что то ли Пабло Пикассо, то ли Сальвадор Дали, говорили, что хорошие художники копируют, гениальные воруют. Поэтому еще раз, фанаты Короля и Шута, расслабьтесь. Итак, в интернете можно найти информацию, что Король и Шут, скажем так, вдохновлялись Офф Спрингом и Фу Файтерс. И теперь главное. Во-первых, Король и Шут мне нравится гораздо больше и тех, и других. У Короля и Шута я знаю море песен наизусть. Я их слушал несколько лет на регулярной основе. У Офф Спринга в лучшем случае я знаю 2-3 песни, Фу Файтерс вообще никогда не слушал. Это все к чему? К тому, что некоторые серпасто-молоткастые интеллигенты к качественному копированию, интеграции чужих находок в свое творчество и потенциально возможному результату как у Короля и Шута предпочитают убогое эпигонство, которое зачастую не находит отклика ни у их подписчиков, ни у тех, кто приходит на их кустарные концерты. Ну и как результат, люди уже второе поколение продолжают слушать ДДТ, Наутилус и Короля и Шута и не находят ничего интересного в песнях, которые, с позволения сказать, пропагандируют идеи построения бесклассового общества. Надо полагать, так победим. Теперь, что касается пропаганды в песне Лесник. Лично я никакой особенной пропаганды здесь не нахожу. В смысле ничего такого особо крамольного. Во-первых, это, естественно, сказка или фэнтези. Ну, казалось бы, сказка и сказка. Что в этом ужасного? А ужасно то, что происходило в стране в это время. И данная песня – это форма эскапизма. Во-первых, как для самих авторов, а во-вторых, для их слушателей. И второй момент, который пропагандирует эта песня. Вольно или невольно, но текст построен так, что в нем, во-первых, отражается господствующий на момент ее создания индивидуализм. А во-вторых, как следствие, пропагандируется. Причем пропагандируется не только в песне, написанной в 93-м году, а пропагандируется по сей день. В песне только личные местоимения единственного числа. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первое, что хочется сказать. Вступление просто прекрасное. В буквальном и в лучшем смысле сказочное. Забирает с первой секунды. Создает самодостаточный, глубокий и насыщенный художественный образ. Образ таинственного леса. Фантастика. Куплет как бы дал передышку, а потом мощный, насыщенный, лавинообразный припев. С очень интересными, прихотливыми художественными решениями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второй куплет и припев по понятным причинам в своем устройстве повторяют первые куплеты припев. То, что композиция не получает развития, это, конечно, минус. Но это едва ли не единственный минус данной композиции. В остальном она вполне художественная, выверенная, динамичная и стройная. Дальше. Следующая песня. Прыгну со скалы. Что происходило в стране в момент написания этой песни? По данным социологов, к 1996 году в результате реформы в Российской Федерации сформировалось социальное дно, составляющее по минимальным оценкам 10% городского населения, или 10,8 миллиона человек. В его состав входят нищие 3,4 миллиона, бездомные 3,3 миллиона, беспризорные дети 2,8 миллиона и уличные проститутки 1,3 миллиона. Большинство нищих и бездомных имеют среднее и среднеспециальное образование, а 6% высшее. Я не знаю как у вас, а у меня до сих пор мурашки от этого. На этом фоне политические взгляды Горшенева, озвученные в сериале, выглядят особенно дико. Прыгну со скалы также, во-первых, одна из самых популярных, во-вторых, одна из моих любимых. История и чувства, выраженные в этой песне, в тот период были особенно мне близки. По ряду причин. Итак, приступаем. Первый куплет. С головы сорвал ветер, мой колпак, я хотел любви, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Лично меня в первом куплете всегда раздражал этот самый колпак. Какой колпак? Почему колпак? Но это лишь мое личное субъективное восприятие. Это не главное. Итак, форма. Форма хорошая. Очень хорошая. Но, на мой взгляд, уступает форме лесника. Содержание. Содержание тоже, в данном конкретном случае, в этом куплете. Ввиду недостатка конкретики, не так насыщенно, как в том железняке. Какой-то колпак, кто-то хочет любви, какие-то знания о жизни, ну и какой-то путь. Поэтому из первого куплета ясен не вполне. Что, где, как и почему происходит, не очень понятно. Но красиво. Этого не отнять. Дальше идет припев. Припев просто разрывной. Это как раз одна из песен, где использована скрипка. Когда вступала скрипка, я про себя бился в истерике от восторга. Редактор субтитров А.Семкин Форма припева, на мой взгляд, лучше формы первого куплета. Она динамичнее. Опять же, я не эксперт, я любитель, ценитель и имею почти 20-летний опыт написания стихов. Поэтому кое-что понимаю. Содержание несколько насыщеннее, чем содержание первого куплета. Но, опять же, учитывая недостаток конкретики, степень насыщенности остается под вопросом. Все, что понятно из первого куплета и припева, что речь о несчастной неразделенной любви. О парне и девушке. И о Роскомнадзоре. Второй куплет. С таким, как все, с детства не умел, видимо, такой в жизни мой удел. А она, да что она, вечно мне лгала, и меня никогда понять бы не смогла. Форма снова меняется. Лично я не могу ее назвать динамичной. Но она так же хороша, как в первом куплете. Содержание, увы, оставляет желать лучшего. Главным достоинством содержания в этой песне, на мой взгляд, является то, что, несмотря на недостаток конкретики и на объем, масштаб истории, все строки взаимосвязаны. У них крепкая, логическая, смысловая взаимосвязь. Несмотря на недостаток конкретики, текст не становится абстракцией, как, например, у Шевчука. Или красного рокера. Что касается смысла, грубо говоря, второй куплет не прибавляет смысла к тому, что уже прозвучало. Смысл все так же сводится к несчастной, неразделенной любви, упадническому настроению и родственному надзору. Далее снова крышесносный припев. Если, например, в леснике текст прекрасен, понятен, конкретен, насыщен и без музыки, то здесь музыка, наверное, составляет две трети художественного образа. И последний куплет. Коркоский плащ Вдаль Направлю взор Может, она ждет Вряд ли Это вздор И, сдав Дикий крик Ко мне брошусь вниз Этого Ей жизни Заключительной На мой взгляд, по форме это лучший куплет во всей песне. Содержание и смысл на том же уровне и того же качества. Еще пара дополнений. Повторяю насчет заимствований. Есть они, нет, смысл не в этом. Если они есть, смысл в том, как они были использованы. Например, Цой, до которого мы доберемся в следующий раз, скорее всего, только на Бусти, много заимствовал у группы Кьюр. Я это говорю со слов Цоеведов. Потому что лично я, группу Кьюр, никогда не слушал. Мне на них смотреть больно. А вот Цоя, так же как Короля и Шута, я слушал много и регулярно. И мне до фонаря, что у кого он скопировал или украл. Что еще можно сказать по форме этой песни? В строке в пределах 30 знаков, средней длины, 5-7 слов. Еще раз хочется поставить акцент на том, что, несмотря на недостаток конкретики, история получилась внятная и целостная. Причем гораздо более внятная, чем у некоторых борцов с русским роком. Что же пропагандирует эта песня? Как уже сказал выше, Роскомнадзор, увы, снова индивидуализм и, как говорится, песня про любовь. Сама по себе песня в вакууме отличная. Особенно соло на скрипке. Но нет искусства ради искусства. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. И несмотря на то, что песне уже скоро 30 лет, поскольку ее продолжают слушать, постольку она продолжает это пропагандировать. Причем гораздо успешнее, чем все левенькие рокеры вместе взятые и помноженные друг на друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, на мой взгляд, однозначно и бесспорно. Впрыгнув со скалы, главным достоинством является именно музыкальная композиция. Первые куплеты, первый припев выше всяких похвал. Лирический куплет и героический припев, очень органичным и естественным образом увязанные друг с другом. Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Второй куплет и припев в музыкальном плане, на мой взгляд, повторяют историю с лесником, то есть дальнейшего развития композиция не получает. Но это, опять же, лишь единственный, неопределяющий недостаток, который присутствует в композиции. Что еще хочется отметить? На мой взгляд, еще прекрасно то, что музыкальные композиции вполне самодостаточны даже без песен, без текста. Например, если послушать музыкальное сопровождение Unforgiven в Металлике, то без вокала Хэтфилда произведение теряет половину, если не две трети всего очарования. Еще хочу отдельно отметить вокал Князева и Горшенева. В плане мастерства и одаренности, на мой взгляд, Князев стоит выше. Но тембрально мне всегда был ближе Горшенев. Но это не главное. Главное, что одаренность и мастерство обоих не вызывает сомнений. Андрей тоже был очень увлеченным человеком, он любил петь, играть на музыкальных инструментах и очень любил писать тексты. Причем тексты песен у него были пропитаны такими фэнтезийными, сказочными мотивами, что в дальнейшем стало фирменной фишкой группы Король и Шут и во многом повлияло на их будущее творчество на долгие годы. Что ж, и сейчас я бы хотел рассказать вам подробнее про голос Михаила Горшенева. Как мы уже успели с вами понять, музыке он нигде никогда не обучался. У него не было педагога, ему никто не объяснял, как правильно петь, как нужно правильно держать опору, работать с дыханием, работать с резонацией. Но нельзя отрицать одного, у него был очень хороший, плотный, насыщенный голос. Причем, как педагог, могу вам сказать, что природа его голоса это по сути своей академичный, такой плотный, настоящий баритон. И если бы Горшенев занимался, то он мог бы стать выдающимся певцом. Если мы подробнее углубимся в его манеру, в его способ звукообразования, то мы поймем, что он любил петь на опущенной гортани, слегка в приглубленном таком положении, и очень часто выходил на верхние ноты таким форсированием, плотным напряжением, да, иногда полукриком. Ну что уж тут говорить, иногда он откровенно орал в своих живых выступлениях, потому что было высоковато, благо, что Андрей Князев тоже вроде как обладатель баритона, но более высокого голоса, помогал ему пропевать все самые сложные партии, особенно на втором верхнем голосе, но внизу и в середине диапазона Михаилу никогда не было равных, он всегда звучал очень насыщенно, очень плотно, я бы даже сказал матово, с легкими всхлипами и каким-то таким утробным, я бы даже сказал, звучанием. Они, в отличие от некоторых, занимались своим делом и делали это прекрасно. И, наконец, кукла-колдуна, 99-й год. Что происходило в стране, когда король и шут сочиняли песню про какую-то куклу, какого-то колдуна? Отсутствие полноценного питания привело к тому, что в 99-м году 10% призывников отличались дефицитом веса, более 40% беременных женщин страдали анемией, а большинство детей и молодежи не получало необходимого набора пищевых веществ и витаминов. Тяжелый стресс, вызванный реформой, сказался и на психическом здоровье населения. В госдокладе за 99-й год сказано, здоровье населения, в том числе и психическое, является одним из наиболее важных показателей благосостояния государства. В целом, в состоянии психического здоровья и психиатрической службы сохраняются негативные тенденции. И плюс ко всему, в 99-м году началась вторая чеченская кампания. Теперь песня. Первый куплет. Темный мрачный коридор Я на чипачках отвор Пробираю чуть дыша Чтобы не вспомнилось Опа! Тех, кому не все равно Чью я хор на суды Форма Форма отличная. Очень ловкая, интересная, динамичная. Содержание. В содержании все отлично, кроме недостатка конкретики. Объем приличный, слов много. А вот содержанием объем заполнен не более чем на 50%. Попытаюсь объяснить на сопоставлении. Мы начали с песни Лесник. И там объем каждого куплета заполнен содержанием до предела. Именно ввиду конкретики. И это при том, что строчки очень короткие. Там все понятно кто, где, как и почему. Здесь же какой-то коридор, где этот коридор, почему коридор. Кто-то куда-то пробирается, чтобы не спугнуть каких-то спящих, которым почему-то не все равно. В год, когда я познакомился с Королем и Шутом и в частности с этой песней, мы с группой поехали на практику в Минусинск и нас поселили в общежитии. Там мы неоднократно устраивали студенческие попойки. И одна из этих попоек у меня сразу ассоциировалась с этой песней. А почему бы и нет? Не вдаваясь в детали, темный мрачный коридор, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно и так далее. В общем, никакой конкретики. Смысл? Ну, кто-то зачем-то куда-то пробирается. Все. Дальше идет припев. Припев прямо как впрыгну со скалы просто бомба. Мощный и всесокрушающий, как ядерный взрыв. Но это, естественно, только в сопровождении с музыкой. А что в стихах? Форма снова очень ловкая. Содержание? Содержание снова не то, чтобы очень насыщенное. Снова не хватает конкретики. Смысл? В случае с данным куплетом смысл тоже оставляет желать лучшего. Почему бессонница? Почему меняет облик? Действительно, чьих невольница ты идей? Действительно, зачем тебе охотиться на людей? Непонятно. Второй куплет? Песня на моей груди На него ты погляди Что в тебе способен он Резко изменить Я! Молодая книжка Я читал Много фокусов Свою тайну От меня Не пытайся скрыть Я это видел! Снова Форма Это лучшее, что здесь есть Содержание Содержание опять же уступает объему ввиду недостатка конкретики И еще И здесь и впрыгнув со скалы образы не только неконкретные но даже я бы сказал незаконченные По меньшей мере лично я не могу их назвать выразительными Образная система этих двух песен несмотря на их популярность уступает массе других песен Короля и Шута Тому же леснику Ели мясо мужики или Камнем по голове Далее снова припев и два куплета Очень жаль, что ты, тогда мне поверить не смогла в то что новый твой приятел и то мой вообще ОТС И not Слава сию моё, Слава я ничего поёт, Что для всех, Клава сию моё, Заблюнуть в себе. И ты попала! К настоярщему колдуну, Он закупил таких, А теперь не одну, Словно думает, Сейчас начнёт, Теперь он может управлять тобой. Всё происходит, Будет, будто, Слышно в снег, И находиться здесь, А просто, Вдар! Примечательно, что композиция всех куплетов, Заметно отличается. Форма. И здесь, форма лучшая, что мы имеем. Очень интересная, прихотливая, Динамичная, многообразная. Содержание. Качество содержания и смысла, Сопоставимо с первым и вторым куплетом. Всё очень неконкретно. Даже к концу песни, Непонятно, что, где и почему происходит. Понятно только, Что есть абстрактные герои песни, Есть абстрактная девушка, Или женщина, Опять же, непонятно, какой возраст, Которая попала, К настоящему колдуну. Ещё хочется отметить, что, Если, например, в леснике, Художественный образ создаётся и музыкой, И текстом. И этот образ целостный, Единообразный, Глубоко и характерно проработанный, То здесь, Лично у меня, Общий образ, Общее впечатление от песни, Очень диссонировало, Не совпадало, С концепцией куклы-колдуна. Песня звучит очень современно, В том смысле, Что никаких ассоциаций со сказками, Фэнтези, Волшебством не вызывает. Это не упрёк, Это не минус, Это особенность, Которая, скорее всего, Не идёт на пользу художественному образу в целом. Что ещё можно добавить о форме? Строки меньше 30 знаков, В основном короткие, По 5 слов. Что пропагандируется в этой песне? Снова фэнтези, Индивидуализм, Все местоимения единственного числа, И герой-спаситель. В общем и целом, Бурзуазные эскопийские мотивы. Есть два класса, Пролетариат и буржуазия. И тот, кто не за один класс, То, значит, за другой. Теперь музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вас критиковали А вам в таком случае осталось бы только утираться Это первое Второе От Соя фильм уже сняли А Короле и Шуте уже сняли сериал Что еще раз подтверждает очевидное Бессмысленный и беспощадный русский рок Как бы он ни был плох, как бы он ни был реакционен Он все еще востребован, популярен и актуален Он все еще резонирует с массами Именно с массами А рок-левачье Не тянет даже на субкультуру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok